Всем привет! Это Андрей, известный как NBUS. Здравствуйте! Вы сегодня проводили мастер-класс. Да. Как вам впечатления? Впечатления прекрасные, публика прекрасная. Выставка, как всегда, не перестает удивлять. Много новых встреч, много старых встреч со старыми друзьями, с музыкантами. Очень много полезной информации от производителей, особенно меня интересовало гитарное оборудование. Очень много полезных именно встреч. Договорились о паре фитов. То есть выставка даже для профессиональных музыкантов дает свои плоды, как всегда. Скажите, пожалуйста, свои планы творческие на будущее, на ближайшее время. Ну, ближайшее, это, конечно, дать сольник в Эмбле. Это где-то в Лондоне. Вот, еще. Ну, а конкретно сейчас готовим небольшой материал с очень-очень известной группой. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот появление соцсетей, раскрутка в интернете, это плохо повлияло на музыкальную индустрию в целом? То есть каждый второй может считать себя уже музыкантом. Это по сравнению с предыдущими десятилетиями, ну, 10 лет назад, если брать, то сейчас ситуация ухудшилась. Ну, что конкретно интернет и общего вот этого развития, конечно, лэбл, оно убило. Убило музыку, продаваемую на каких-то носителях, так как все легко можно скачать, в общем доступе, все послушать. То есть народ начал ходить, наконец, на концерты, и музыканты начали зарабатывать на своих концертах. Очень много появилось классных, великолепных музыкантов, которые могут писать музыку, там, чуть ли не на коленке дома, да. Технологии, слава богу, сейчас это все позволяют. Минусы такие, то, что миллионы прекрасных, хороших, молодых музыкантов, которые порой очень трудно найти из-за прочего стороннего шлака. Но все-таки ищущий, да найдет. И периодически мониторишь, такие самородки откапываешь, что сам хочешь прямо-таки играть в этих группах, писать такую же музыку, развиваться. У ребят появляется какое-то новое мышление, вот эти там, опять же, технологии, смеси. И ведь еще никто лет 10 назад не мог представлять, что или 15 такие дементральные стили, как там, рэп и рок будут вместе сейчас, что говорят там о российской сцене «Анакондас». Артем Хорьев, привет, прекрасно сегодня провели время на выставке. Такие группы, как 2517, ну и, конечно, откуда все пошло. «Лимбискет», «Линкен парк». То есть, опять же, технологии смогли очень много объединить, перенаправить музыкальные стили. И очень-очень много всяких фишек появляется. Ну, симбиоз такой. Да, и в музыкальном плане, и в технологичном. Это очень помогает молодым музыкантам, у которых нет больших денег, но которые могут за какие-то карманные средства практически записывать достойные альбомы, которые слушаются не хуже. Мастодонтов, таких как Родзеплин, Диперпул и прочих, которые писались за миллионы просто. Поэтому интернет – движущая сила. Рок-портал, который развивает все это, дает дорогу, опять же, молодым музыкантам. Рок-портал, музыкальный вообще по порталу. То есть, по большому счету, только в плюс. Скажите, пожалуйста, есть какие-то музыканты, с кем вы еще не сотрудничали, но хотели бы сотрудничать? Я, наверное, сейчас назову целую плееду музыкантов, но либо они уже находятся в клубе 27, например, Дженни Джоплин, Джим Моррисон, Кур Кобейн. Либо они очень далеко за границей, либо мы с ними уже сотрудничаем. Я вас поняла. Скажите, пожалуйста, вот совет молодым музыкантам какой-нибудь, которые только начинают свое творчество. Главное – больше заниматься и не сдаваться. Идти, искать свою дорогу – все у вас получится, ребята. Спасибо большое за интервью. Спасибо.